Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я бы хотел немного сместить вектор выступления. Было очень много докладов, очень хороших, о продуктах, о новых продуктах. Я бы хотел поговорить о проблемах, которые существуют в применении цифрового здравоохранения. Хотел бы несколько слов сказать о нашей организации. Национальная ассоциация здравоохранения создана при поддержке ассоциаций малых средненьких городов России. Изначально как раз для решения проблем именно в маленьких поселках, городах. Но потом мы поняли, что без решения, без совершенственного законодательства там проблемы не решишь. Наша деятельность переместилась в Государственную Думу. На данный момент наша организация входит в экспертный совет при Государственной Думе. И не так давно мы вошли в экспертный совет при правительстве Российской Федерации. Так вот, какие же существуют проблемы? На самом деле, решая проблему, наверное, все вы знаете, маленькие города, средние. Все, что здесь сказано, это замечательно. Но если выехать буквально за МКАД, за несколько километров, то там картина совершенно иная. На что мы хотим обратить внимание в первую очередь, что касается цифрового здравоохранения. Сейчас мы активно пытаемся решить эту проблему. Когда применял закон о телемедицине, утверждался, мы с надеждой смотрели на него с тем, что он решит проблему именно в малых и средних городах. Основная проблема там – это нехватка узкоспециализированного персонала. И мы рассчитывали на то, что местные фельдшеры, терапевты общей практики смогут связываться с крупными федеральными центры, ну, неважно, федеральными, государственными, и консультироваться по проблемам, по узкоспециализированным проблемам, именно по тем специализациям, которых у них нет в регионах. Но с принятием закона о телемедицине, а потом с принятием подзаконных актов, Антон в начале выступления все правильно сказал, показал просто его невозможность применения, то количество преград, которые стоят для его применения. И то, что в принципе возможна консультация только как второе мнение по конкретному случаю, а у нас-то как раз проблема в регионах с первым мнением, откуда нам взять второе, как раз мы хотели решить эту проблему. Соответственно, на данный момент закон о телемедицине никоим образом не решает проблемы в малых и средних городах России. Для этого мы, соответственно, что, о чем я хотел с вами со всеми поговорить и предложить. У нас есть возможность представлять, у нас ассоциация здравоохранения именно создана для организации всех медицинских центров, не только медицинских центров, а организаций. У нас есть возможность, буквально 1 апреля будет круглый стол в Государственной Думе цифровое здравоохранение. Если вы, например, и все организации, мы вместе с вами будем аккумулировать все наши пожелания именно как экспертное мнение в части совершенствования законодательства, мы бы смогли транслировать это и на уровне Госдумы, и на уровне правительства. Более того, мы можем приглашать вас и на нашей площадке, и в Госдуму правительства, и в качестве слушателей, и в качестве докладчиков. Конечно, это количество будет ограничено. Но если мы будем вырабатывать какие-то единые консолидированные мнения, и за этим мнением будут именно стоять конкретные люди, конкретные организации, то я надеюсь, что мы все-таки добьемся того, что нас услышат. К сожалению, на данный момент руководство Минздрава не слышит все, что касается экспертного мнения в IT и здравоохранении. Но я хочу сегодня сказать, что у нас в Госдуме депутаты, я постоянно участвую в круглых столах, они как раз именно внимательно прислушиваются именно к мнению простых, именно тех организаций, которые непосредственно занимаются этим. Поэтому если что, мы готовы к сотрудничеству, готовы к объединению, приглашаем вас объединиться и решать проблемы законодательства вместе. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Коротко вы выступили. Да, может быть... Секундочку. Своё мнение по поводу чего? По поводу всего, что было сказано. Нет, мнение, лично моё мнение, мы ждём, не дождёмся принятия закона о лицензировании врачей непосредственно. А после этого, я считаю... Вы тогда скажите своё мнение, вы согласны? Не согласны, что... Да, 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 моё мнение. Вот. Собственно, что сделано практически во многих странах мира. Это шаг номер один. Шаг номер два — это всё-таки снятие тех ограничений. Государство каждый шаг врача сейчас контролирует, контролирует и более того, не просто контролирует. Сейчас 50% деятельности врача уходит на что? На исполнение тех требований, которые предъявляет ему государство. То есть на заполнение документов. Он смотрит, чтобы не сделать ошибку, иначе ему МОЭС не оплатит. На заполнение всех необходимых документов. То есть получается, что доверия к врачу как к специалисту, оно получается, нет никакого. И наше мнение, что нужно повышать уровень и качество именно специалистов, врачей, с одной стороны. С другой стороны, вот путём персонала лицензирования. И с третьей — это путём именно ответственности врача за свои действия. И тогда мы сможем убрать лишний, лишний именно, повторюсь, барьера со стороны государства. И тогда мы сможем двигаться. Но самый яркий пример, Антон говорил, закон о телевидении приняли. Мегафон уже ушёл, закрыл проект. О чём это говорит? О том, что именно действующие законы не дали ему развиваться. Это вообще, это же на самом деле очень печальный факт. Я считаю, это первая ласточка. У нас не будет вкладывания денег ни с каких сторон, ни в какие проекты, если мы не дадим свободу им развиваться. А свободу эту государство нам не даёт путём запретов, путём... Что касается телемедцины, тем более вот тут Степан говорил, что ни одна коммерческая организация не может им воспользоваться. Но для кого мы это делаем, для чего? Но самое на самом деле главное не в этом. Правильно Антон сказал. Когда мы пошли в регионы и стали общаться с врачами, это, кстати, у меня такой простой совет для всех, кто занимается IT. Потому что все, кто компьютерщики, это хорошо, а вы пообщайтесь с врачами. Когда стали общаться с врачами, действительно, они не горят желанием вообще применять никакие новые вот эти IT-технологии. Вы пообщайтесь на земле, тем более не в Москве в каких-то там крутых медцентрах, а с районными врачами и прочее. Тут надо тоже учитывать, надо менять психологию. А почему они не хотят? А потому что нет простого и, понятно, ответственности. Они боятся просто. Просто боятся. Как я буду дистанционно слушать чьё-то мнение, принять решение, принимать решение, а кто потом будет отвечать? Я или он? И вот этих проблем их очень много. Там они не только про ответственность, там ещё то, что ему необходимо и в миссии работать, и в бумаге всё это сделать. То есть я прихожу к врачу, он вклеивает мой анализ в карту. 50% просто… Работает с клеем, как художник. Что у нас… И тут же к Паку. Греф же что сказал? Что мы не смогли достигнуть? Это эффективное управление. То есть это то же самое минус-драве. То есть нет эффективного использования рабочего времени. Без Грефа мы бы не догадались, чего мы не смогли достигнуть. Греф прям наш оракул. Нет эффективного использования рабочего времени врача. Можно вот потом… Скажите, Дмитрий, у меня возник такой вопрос. Вы говорили о том, что да, врач перегружен отчётами. Все говорят о том, что перегружено отчётами. Их в том числе теперь надо и в электронном виде вбивать, не ошибиться и так далее. Действительно ли здесь очевидное препятствие? Или же это не могут устранить, это не могут оптимизировать, потому что всё-таки система выстроена так, что надо делать вот именно так эти отчёты сложными, чтобы потом хоть какие-то цепочки проследить, о чём говорил Вадим, о ошибках медицинских. А не о том, что Вадим против IT, а о медицинских ошибках. Если вы хотите лично моё мнение, то вот если представить такую гипотетическую ситуацию и в один момент убрать все вот эти функции, которые выполняет врач, то кардинально это ни на чём не изменит. Если врач хороший профессионал, он вылечит, и всё будет хорошо. Если он не профессионал и, скажем так, мягко говоря, нехороший доктор, то никакие ему бумаги всё равно не помогут стать хорошим доктором. Поэтому они просто излишни. И единственный этот путь — это просто повышать уровень обучения специалистов врачей. Это во-первых. И, во-вторых, перекладывать ответственность, чтобы он понимал, что он лично будет отвечать. То есть поменьше формализации. Да, конечно. Вадим, не могу не спросить у вас какого действующего именно врача. У вас все микрофоны там собрали, да? А микрофончик куда-то? Можно один вопрос? Сейчас мы ещё в вопрос перейдём. Что вы думаете по поводу формализации отчётов, требований к врачу? Так мы должны обучать врача, может быть, даже в этой системе. Я же не говорю о том, что его… Надо ли их сокращать? Избыточны ли они? Мешают ли они действительно врачу? Ну, вопрос очень интересный. На самом деле он выходит за рамки. Работает, да? Идёт? Он выходит немножко за рамки, наверное, вопрос о том, много ли бумаг. Ну, много, конечно. Собственно говоря, наверное, Дмитрий Викторович говорит о том, что надо переложить ответственность за то, что делает врач. Просто я поясню, может быть, не все в курсе, что на сегодняшний день врач не является объектом права. То есть врач нанимается в медицинскую организацию, не имея лицензии. У него есть только сертификат о том, что он прошёл обучение в ближайшие последние пять лет по такой-то специализации. И я могу только поднять две руки за, потому что на сегодняшний день вот это обязательное лицензирование, разрешение, аккредитация, можно назвать как угодно, на врачебную деятельность должно быть у меня, как у врача, а не у той медицинской организации. Потому что сегодня пациент за ошибку медицинскую подаёт судебный иск к организации, а не к врачу. И тогда встаёт вопрос сразу о цивилизованном рынке страхования медицинской ответственности, тогда есть стимул обучаться, тогда есть стимул развиваться. И, собственно говоря, в этой ситуации у Минздрава не будет возможности прорегулировать деятельность каждого врача. То есть получится вот эта идея СРО, добровольного следования стандарту. Это самое ценное. Если я беру на себя ответственность лечить по стандарту добровольно, но это всё-таки гарантирует результат, который я получу в конце. Поэтому я абсолютно согласен. Я полностью с Вадимом тоже согласен. Ответственность перекладывается на врача, и исчезают сразу много требований, которые между врачом и клиникой. Исчезают сразу миллиарды рублей, которые тратятся впустую. По этому поводу и хотелось вопрос задать. Пожалуйста. Я представитель IT-специалиста ЛПУ, и поэтому в регионе, в Московской области, и поэтому... Вот сейчас система рейтинговая, конкретно рейтинговая. То есть что-то неправильно в рейтинге, что-то неправильно, все в рейтинге. Всех проверяют, всех контролируют. Здорово. Всё должно свестись к созданию экспертной системы, дающей невозможность ввода неправильных, нелогичных данных. То есть большинство, часть штрафов связана с тем, что нет полиса у пациента. Не внесли полис. Но тогда почему услуги проходят, если на стадии ввода это не контролируется? Нет нормализации вот этих баз данных информации. Именно поэтому существуют такие ошибки. То есть я считаю, что основным моментом сейчас должно быть внедрение экспертных систем, не дающих возможности ошибаться. Дающие, как мы говорили, подсказки врачам. То есть в случае, если, грубо говоря, у пациента были такие и такие диагнозы, то следует проверить, например, вот это, если есть что-то большее. В случае, если у пациента нет каких-то данных в информационной структуре, чтобы не было возможности продолжать деятельность на стадии того, или хотя бы чтобы врачи, персонал как бы знали, что что-то идет не так. Чтобы мы не получали в конце месяца раз штраф пришел, а чтобы мы на стадии ввода знали, что вот врач ошибается. Может быть, в связи с тем, что врач молодой, некомпетентный. Может быть, в связи с какими-то другими причинами, что технически какие-то неисправности. Но мы должны это видеть на стадии ввода. Я считаю, что вот это основная задача, основная. И то же самое касается доврачебного приема. Есть ли, существуют ли сейчас программы, которые, ну, планируется внедрение программ доврачебного приема. Минимальная экспертная система, то есть человек через интернет по телефону называет там минимальное количество своих жалоб и получает какое-то экспертное минимальное мнение. Нужен ли ему прием специалиста, не нужен ли ему. То есть это сейчас врачи загружены, и этот вопрос тоже острый. А вы представляете ЛПУ бюджетная? Заразская центральная районная больница, бюджетная. Бюджетная, ага, понятно. Ну, как я понял, в частных клиниках они самостоятельно решают эти и стремятся решить эти вопросы. Федеральное учреждение, вот, пожалуйста, только что Вадим говорил про шестую звезду как раз об этом. Я, единственное, ваш комментарий понимаю, что вот до районных поликлиник, к сожалению, это не докатывается. То есть мы тут вот эту шестую звезду обсуждаем, насколько она хороша, а у вас ее действительно нет. И вот как раз, Дмитрий, вот тоже где корень зла. Да, я же начал, если вы за 100 километров отъедете, посмотрите, что там вообще творится. Вы, кстати, с этого и начали, да, пожалуйста. Пару комментариев. При интеграции с функциями в Тульских и Волгоградских областях мы, наверное, больше 50% времени тратим на то, чтобы настроить контроли ввода данных и помочь как раз врачу вести данные так, чтобы уже на последующих этапах не было ошибок. И в Тульской области у нас процент ошибок меньше 1%. Поэтому, но это не говорит о том, что вот эти контроли дают помощь ему с медицинской точки зрения. И то, что говорил Вадим, это с точки зрения здоровья у пациента более важно. Безусловно, в проверках ТФОМСа вложены какие-то медицинские контроли, чтобы совсем не так лечили. Но вот сейчас нету каких-то действительно стандартов, которые можно было реально вложить в системы для того, чтобы врачу подсказать правильное принятие решения. Да, вот поэтому очень выгодно вкладывать развитие экспертных систем, даже в том числе систем на основах искусственного интеллекта для проверки вводимых данных. Ну, наверное, вряд ли кто в зале будет против этого. Мы не сомневаемся нисколько. Опять же, вопрос, мы упрёмся в законодательство. Если мы интеллектуальную телемедицину не можем внедрить, а уж интеллектуальный разум там вообще в части применения законодательства вообще нет. Отдать ему возможность принимать решения, да? Нет, хотя бы как второе мнение. Но у нас люди вкладывают деньги вот сейчас в разработке эти. А есть ли законодательство? Как это будет применяться? И, кстати, насколько сам врач доверится такой экспертной системе, ведь в итоге, как мы говорим, ответит либо лечебное учреждение, либо, как вы говорите, по западной модели должен будет ответить врач. Нет, речь идёт о помощи врачу, о замене, естественно, на данном этапе нет. Да, но о помощи врачу врач будет полагаться на экспертную систему, мы уже об этом говорим, примет решение, дальше оказывается, что экспертная система чего-то там напутала. Вспомним ситуацию с прошивкой Boeing. Обвини ту прошивку, что она боролась с пилотами, да? Ну, это одна из версий, но как бы версия такая существует. И, наверное, тоже эта проблема возникнет, да? То есть я завтра стану врачом с такой экспертной системой. О чём я хочу сказать, поэтому я же… Сейчас врачи и спрашивают, сначала заходит интернет, а потом пациент. Я захожу у него, спрашиваю, он говорит, а что ещё в интернете написано? Так вот я и говорю, давайте вместе объединяться с тем, чтобы создавать… Я уже всё знаю. Создавать вот эти законодательные акты с тем, чтобы мы шли впереди них. Создавая, например, условия для развития интеллектуального разума, или та же о телемедицине, и польются сразу и вливания, и деньги, и коммерческие, и государственные, и будет это развиваться. На данный момент, с точки зрения, точно просто наоборот. Есть ещё вопрос. Ну давайте вот ближайший, а потом вы. Давайте. Сергей Зайцев, Ситроникс, ещё раз. Здравствуйте, Дмитрий. Вы начали своё выступление с того, что сказали, что работа в отдалённых районах связана с нехваткой кадров, персонала, с отсутствием условий. Ускоспециализирован. Это, наверное, скорее всего, реплика и своё отношение к телемедицине. Я в своё время отработал 10 лет в субъекте, который начатки телемедицины в виде республиканских консультативных центров имел в своём составе с 90-х годов. При всём при том, у врача на периферии работающего была обязанность поставить на учёт тяжёлого пациента на РКЦ, согласовав с врачом РКЦ, ну, высшей категорией, там, может быть, кандидат наук, да, план лечения пациента и исследовать этим рекомендациям. В случае смерти пациента, если вдруг врач не соблюдал рекомендации РКЦ этого консультативного центра, на лечебной комиссии Минздрава получал по полной программе вплоть до возможного лишения диплома и возможности заниматься своей деятельностью. В случае, если врач соблюл эти все рекомендации, но пациент, тем не менее, умер, хотя был другой вариант решения проблемы, да, врачом было своё мнение, которое он не сумел реализовать при лечении пациента, но тогда, значит, при разборе этого летального случая говорилось, ну, все же рекомендации были соблюдены, и, соответственно, значит, пациент правильно умер, получается, врач ничего не получал. Это вот одна сторона телемедицины. Отсюда можно сделать вопрос какой? О том, что телемедицина должна быть правом воспользоваться у врача, но не его обязанностью. Почему? Потому что каждый врач, стоя у постели пациента, значит, он должен иметь своё собственное мнение и взгляд на эту проблему. Ну, там же не исключает этого врач при оказании телемедицинской услуги, тоже может понять. Я прошу прощения, вы несколько хотите примеров из жизни рассказать? Просто у нас тайминг определённый есть. Про телемедицину ещё раз хочу сказать, что поступает шестеро молодых людей из ДТП. Я один врач-хирург, у меня нет врача-настезиолога-ритиматолога. И второго хирурга нет, хотя он по штату есть, он должен быть, да, в ЦРБ. Значит, название телефона, и сразу же знают МЧС, что там поступили, доложил состояние больного. Звонят с Минздравой республики. Как там у тебя пациенты? Я сказал всем, ребята, идите лесом с вашей телемедициной, или я занимаюсь пациентами, или я занимаюсь... Хорошо, спасибо. Спасибо вам за эти примеры. Можно я отвечу? Очень много. Отвечу. Нет, так никто же не говорит. Так сейчас у врача в регионе такого и права нету обратиться, если это первичное обращение. Вот о чём речь. Только как второе мнение. Там у нас ещё вопрос был, пожалуйста. Если это вопрос. Я надеюсь. Добрый день, коллеги. Дмитрий Викторович, меня зовут Борис Левицкий. Я представляю РиосанМед. Мы некоторое время назад начали заниматься в том числе изготовлением систем. Мы только в самом начале для использования в телемедицине, в том числе частей киберфизического пространства. Так вот вопрос у меня следующий. Скажите, пожалуйста. Очень много говорится о том, что телемедицина — это средство общения врач-врач, о том, что несовершенно законодательство. А есть ли реальные примеры внедрения, если хотите интернета вещей в медицине, на территории Российской Федерации при поддержке ассоциаций? Либо, может быть, вы знаете о успешных примерах внедрения. Я поясню, в чём вопрос. Вадим Сергеевич в своё время, прорезав фактически дыру между кабинетом медсестры и насквозь кабинетами врачей, реорганизовал поликлинический приём в кардиоклинике, небезызвестной в городе Санкт-Петербурге, таким образом, что это сэкономило почти 25% времени приёма. Внедрение элементарной тонометрии и термометрии в начале приёма врача, ещё до того, как пациент попал бы к врачу в поликлинике, позволило бы сэкономить минимум 4 минуты от приёма, которые тратятся на то, чтобы бессмысленно совершенно покачать давление и померить температуру. Есть ли примеры вот таких проектов, когда действительно мы меняем логистику? Потому что врач на сегодняшний день, Вадим Сергеевич, в своём докладе упоминал, что дайте мне инструмент. Врач не должен всё это придумывать. Его нигде сейчас не учат телемедицине. Назовите мне хоть одну государственную программу образования, в которой сейчас врачу даётся обучение, как пользоваться телемедицинскими установками. Нет такого. И не будет в ближайшее время, если действительно законодательство не изменится. — Назовите примеры, если есть. — Я вам приведу пример, о какой положительной ассоциации вы сами решите. Но это уже как бы в качестве шутки. Один из наших членов ассоциации, одна организация заключил договор о телемедицине с одним из ведущих кардиологических институтов. Ну, это один из ведущих, входящий в пятёрку, не буду говорить название. И, соответственно, отправил все документы на пациента и хотел получить второе мнение. Всё как бы в рамках этого. Что получили ответ? Написанное от руки заключение, отсканированное. Соответственно, суть была там, что да, скорее всего, мы подтверждаем диагноз, но для более точного диагноза пусть пациент приезжает к нам. — Вот я вам объяснил, на какой стадии сегодня у нас телемедицина. Вы говорите, есть ли у нас пример. Как у нас могут быть примеры положительные, если по закону вообще сейчас взять любой сервис, который есть, который называется телемедицинский, он или просто это луковство, никакой телемедицины нету, никаких телемедицинских сервисов, есть информационные услуги. Чтобы это стало телемедициной, это должно быть, значит, регистрация ЕГЭЗ, должна быть электронная подпись у врача, более того, электронная подпись у пациента, и это должно быть после первого приёма очного. Соответственно, я, к сожалению, вам ничего не могу сказать, потому что закон... Если я вам привёл пример, значит, мы нарушили бы закон. Вот и всё. Поэтому мы на этом и застопорились. Изначально мы хотели решать при помощи телемедицина, как я начал, проблемы малых средних городов России. Но мы столкнулись с тем, когда вышли вот эти подзаконные акты о регламенте применения. Всё вот после этого всё стало. И причём, я так понимаю, не только у нас всё стало, а у всех, кто занимается этой темой. Если позволите, здесь дело не только в нормативных актах, здесь дело в отсутствии методик, которые мы с вами все вместе не разрабатываем в содружестве с врачами. Потому что врач на сегодняшний день, закончив свой рабочий день, не хочет получать информацию о пациенте на мобильный телефон, например, который мы могли бы предоставить, контролируя в постоянном режиме сведения, которые поступают с элементов киберфизического прозраста, таких как подключённые глюкометры для диабетиков. Мы не смотрим за пациентом, падает он дома или нет, если у него есть эпилепсия. Мы не делаем всё это, но у нас нет методик. Нам нужно разрабатывать методики и давать их здравоохранению. Вот в чём мой вопрос, наверное. Я полностью согласен, что это нужно разрабатывать. Я поэтому предлагаю объединяться и делать экспортное мнение. И, соответственно, чем больше мы будем о этом говорить, я говорю, с трибуны Государственной Думы и при правительстве, я с чего начал разговор, тем больше вероятность, что нас услышат. Друзья, спасибо. Это был Кондратенко Дмитрий, президент Национальной Ассоциации Здравоохранения. Спасибо.